доброго всем времени суток с вами texer и мы играем файлинг симулятор карта мексика или бразилия до сих пор путаюсь за кадром я засеял и удобрил вот это вот наше глобальное большое поле помимо этого вспахал вот это ну конечно не я конечно курс плей это занял реально много времени кстати вот это сел сел кудобрялка просто отличная а так бодро его оббежала не без огрехов такие вот всегда ты куда отцепился зараза вот такие вот сектора остались это конечно не очень хорошо но я ничего с ними не буду делать не буду заморачиваться потому что их надо тут не просто засеять надо вспахать заборонить и засеять это перебор на мой взгляд но будет немножко меньше вырастет ну и чё такого поехали кстати вот на все это огромное поле хватило про половины этой удобрялки она мне действительно нравится наш размерчик я думаю будет хватать на все огромное поле которое получится при слиянии всех этих полей которые там за кадром я вроде ничего не шуршал по моему те 130 133 тысячи то что оставалось на конец прошлой серии так что нам нужно посеяно удобрено а нужно нам кукурузу так погнали я не выключил трактор да да так здесь у нас вспахано после вспахивания это дело надо посеять посеять кукурузой будет прикольно если мы сейчас можем большой наш это большую силу куда принять это было круто и кстати опять запутался какой из них фаст трак 8000 по моему нет раздель одинаковых накупить ой как его воткнула землю да ладно едем дальше я что-то не подумал может надо было за кадром и посеять с тем чтобы умотануть время уже к уборке по началу если я не успею насобирать денег у нас силосного комбайна наверно не будет там 200 с чем-то он по-моему что он попробуем насыграть так он розовое дерево наше наш так сказать опять цепляется да наш так сказать ориентир тут проще нет розовых деревьев она единственная так едем 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 это по-моему маленький трактор а это штуку сложить нельзя опустить развернуть а это он сложенный может закидывается задняя часть суда вперед не нифига он такой и есть есть им ползу 16 километров в час собственно я вот только что записывал видео по пьюр фарминг симулятор там но как как минимум на карте колумбии нет косплея все вручную как же я там задолбался и как я соскучился по косплею фарминг симуляторе все-таки вот полностью вручную пахать поле это не для меня где-то на час меня хватает потом уже начинает утомлять хочется какого-то разнообразия поэтому там в пьюр фарминге будет немножко сокращение программы по освоению карты на одном поле я весь цикл сельскохозяйстве конечно пройду а потом просто скуплю оставшись поляна так для галочки и двину на следующую карту а вот если там не будет наемных рабочих тогда даже не узнаем так нужен ли культиватор вот в чем вопрос да ладно культиватор нужна ли это сиелка вот в чем самый большой вопрос смотрим нажал еще раз так сиелка сиелка но это это не нужно не то хотел зевнуть не то кашлянуть сам не понял что хотел так вот это кукуруза да для засева полей для засева полей по моему не используя культиватор нихрена так какой культиватор мог использовать вот тут я мог использовать не по моему не использовал так чему тут ай переключаем игреком переключаем кукурузина 96 чего-то осталось литров наверно а это заправлять и понадобится там удобрять но вот это сиелка там сейчас покажет класс я куда поехал а я все правильно поехал вот нужна ли мне эта мелкая удобрялка наверно нет почему он тарахтит компрессором хрен его знает насыпаем вот тарахтящий звук моторчик не работает компрессор усыпляющий шорох зерна сыпящегося в баке цена посмотреть что там у нас у бяшки я давно не заглядывал может они там шерсть настригли неимоверное количество но не мне кажется нет их не так много и по идее прошел только сезон блин только сезон прошел последние сколько три серии или четыре это все один сезон до большие поля это меньше при сколько еще за кадром сидел с большие поля да это нечто ну да запомните 5 800 крышечку закрываем и неспешно так идем так троечку нажмем а у нас мы быстрее можем чем я пятнашка стоит давай 73 на 73 ты не поедешь конечно ну как сможем десятка на семена ушла еще вопрос куда я еду они суда и еду не сюда вот туда и еду но смотрится конечно большая селка это да а когда на те терминатор из big bad придавят вам тоже так тут вот будет большой вопрос с такой стороны тут есть понятно что курс курса никак иначе нам длинная вдоль я не могу вдоль я точно не могу поперек 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 счета мне как-то не очень но есть нюанс если два раза суда проеду поперек то я потом вдоль могу допустить причем на местных этих петровичах да я тут на петровича давай вперед но с пашкой не пошла там чуть оставить раз культивации до культивации походу не сил к ну если требусь культивации я думаю все это не поехал так сколько два раза или три проехать ну давай покажи что ты можешь а нормально может стать это не курс-плей это обычный наемник штат нормально может вся напрямую выйдет пойдет сделает то есть не огреха ничего все нормально он вот там может где касая вот он там да там он может ошибиться оставить вперед ездил мне этот долг будет вдоль быстрее ну в конце концов я там могу ручную пройти если мне это не понравится так начать надо отсюда тогда у него там на косой сбоя не будет сейчас мы поднимем погнали ну с такой шириной селки это конечно легко 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 и быстро это не пахать а получается мне культиватор то не особо и нужен тут ну на картофан наверно понадобится так погнали вот ну довольно быстро так опять же я в фьюр фармиле так еду окучиваю поле ну мне еще два раза три проехать осталось езжу 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 нет внутри же осталось как то в сторону уменьшения все это мерещится так запускать ли с ним параллельно удобрялку наверно не стоит а что у меня еще да ничего у меня больше едет едет отлично сейчас посмотрим на предмет культивации вспахана вот он зелененькая ну это да удобрен нуждается во вспашке ни хрена ну я б сказал что оно вспахано насчет культивировано еще кто знает так хорошо у меня сколько у меня 40 тонн пшеницы есть некой силосной башни о как у меня есть деньги так хорошо сейчас надо будет зарядить продажу ага это расходы животных 18 штук ну все есть производительность пока еще не обсчиталась шерсть не понимаю почему ноль видимо тоже не обсчиталась надо будет посетить посмотреть у меня там ничего нету окей где моя машина поехали я там в майке сижу ух как я нет у себя дома так не ездят погнали посмотрим что там наши овцы творят ой елки что ж так это да вид из кабины что-то не очень видит этот кабин зато зато зеркала работают ух 123 км в час а красота ну ни хрена у нас тут нет стоится серна с водой стоят овцы кхм 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 ай что-то меня напало вроде холодного ничего не пил наоборот горячий компот малиновый пил так я думаю машинка останется пока здесь ну смотрите тут большая эта штука то есть тут вот сколько можно наставить так ладно удобрялка надо их сразу подогнать туда я думаю даже заправлять не буду погнали гусеничная всегда меня это удобрялка интриговала вот в этой 17-ом парном симуляторе это большая загадка во-первых она гусеничная то есть у нее нет своего привода она не едет ну хотя черт его знает может она с гидропривода вращает гусеницами ну тут по крайней мере ничего такого не отрисовано что у него гусеницы с приводом на вид он просто тянет ее за собой ведущих тут гусеницы не ведущие ну опять же могу ошибаться может просто не отрисовали но когда ее включают гусеницы разбегаются в ширину это вторая загадка зачем она это делает то есть вот тут я еду на большой скорости она не кувыркается ничего идет не вслед след она шире трактора но когда я включаю у нее распыление она раздвигает гусеницы шире что это ей должно дать непонятно так силос я до тебя еще доберу силос мы тебе кукуруз накосим так что там у нас у нас там все хорошо так что у нас дальше я вот затрудняюсь сказать что у нас дальше у нас тут будет куда пойдет эта кукуруза с одной стороны неплохо бы осваивать силос я кстати говорю что тут силосная яма расположена низко и может прицепом вываливать не яма а вот куда продавать а с другой стороны в планах еще с винтусов завести им кукуруза пойдет в питание можно просто кукурузу на продажу зарядить вот так кстати 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 40 да он нафиг мне советовали мелкие тактора продать ненужные вообще всякое ненужное продать я над этим думаю но у меня пока лапы не доходят что вроде ну вот зеленого продать ну жалко он же у меня используется по мелочи там а кроме зеленый ну рыжий еще да ну надо но как то рука не поднимается не куку погнали наймит н закончил работу это ж какого ж хрена то стоп а я понял он в эту сторону закончил работу он поискал повернуть вправо и не нашел себе поле да курс плейт форево курс плейт такого не допускает у него прям программа прописана но он ступенечки кто то рисует вот на таких краях он рисует ступенечки что тоже не очень хорошо погнали и назад видимо пройдемся да да и назад пройдемся прекрасно так смотрим пшеница транспортную компанию паровозик я думаю мы даже так одним рейсом все увидим наш айти раннер прицепчик этот великолепный вообще неплохо бы уже наверно прикупить грузовик и прицепчик грузовику начать я не помню на сколько он влазит ли у него 40 тонн ну 40 тысяч литров да тут в литрах в объеме тут не по весу 20 да влезет у него похоже 50 влезает ну и сейчас отвезем выгрузим и возможно сразу метнем на продажу стоп транспортная компания это это где нет перелет транспортная компания да в углу и через паровозик вот казалось бы карта заточена под сахарный тростник ну как бы это фишка карты под сахарный тростник да здесь горбатые коровы здесь наверняка свинтусы какие-то экзотические хотя вряд ли свинтусы они везде одинаковые тут вот это рыжая техника забыл как она называется фирма ну мексиканская местная фирма вот но сахарный тростник не используется рыжая техника не очень впечатляет на сфоне остальное ее немного так набор 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 скорость не любят во нет пошел на троечку давай разгоняйся но самая вот самая хрень это вот сахарный тростник вот она как есть у меня 14 поле с сахарным тростником вот допустим ну когда начинал только на этой карте я думаю сейчас пособираю где их накоплю и посажу тростники на большом поле и нет ой елки что ж так летаешь я просто как подумаю сколько часов а может даже дней сколько нужно чтобы убрать 15 поле тростника если на 14 надо по моему часа 2 это же кошмар а если вот те большие поля которые объединил засеять с сахарным тростником сколько суток убирать этим комбайном ну в общем как то оно из размеров комбайна в пролете хороший прицепчик очень милый правильный плюс смена у него навески это еще понадобится когда мы начнем жидкое удобрение возить всякое такое может дрова возить когда я буду с пальмами воевать рецептчик отличный кстати вот я во многих играх говорю что не люблю моды фарминг симулятор одна из тех немногих игр которые можно перечислить по пальцам одной руке где я моды люблю но не все конечно сколько тут глючных модов вы бы знали я их просто очень много перебрал особенно вот на польской карте потому что там мучился с этими глючными тракторами и так далее какие глюковые моды люди делают это просто феерия но хочется чего-то такого поэтому да, моды а так обычно моды в играх нет ну в основном из-за того что они вот так вот игру перекашивают ломают баланс вызывают глюки это очень частое явление что мод одно дает другой ломает так пересаживаемся я все никак в группы не соберу их так табом и щелкаю что у нас там 23 минуты но мы как раз все это дело засеем удобрим надеюсь ты пролезешь тут ой ты куда ли завязывать не хватало давай давай ну я тут спущусь должен пройти ничего фары жечь пошел что там тут веселее идет 64 что с ним произошло туда вроде перси еле еле по звуку движком тормозил по звуку движком тормозил она опять потянула добро игра сделана ничего не скажу добро не переворачивайся стоять хотя здесь не переворачиваются звуки хорошие модели просто отличные у техники ФС вне конкуренции никто пока не перепрыгнул а учитывая что она подходит 19 эта музыка будет вечной так ну оставлю тут выключаем идем к тому трактору вот данный трактор у нас вообще прекрасно себя будет чувствовать при любом раскладе у него радиус большой мы начнем слева наверное ну с той стороны смотреть слева с этой справа не помню сколько у него но мы сейчас попробуем захватить побольше чтобы он обратно вышел уже на ровную часть поля и вот так вот как-нибудь да? должно же сработать? и вот он момент истины видите у него гусеницы разъезжаются в сторону вот для чего то есть он стал шире для чего? не понимаю так я немножко с перебором да? влево да можно было намного меньше сделать ну ладно смотрите он обратно проедет уже напрямую выйдет буквально три прохода и поле готово развернуться он должен без проблем все это короткое все хорошо а где есть в гружалку то не вижу ну ладно потом найду давай давай разворачивайся ну и трактор небольшой кейс от старенький ну я не понял ты нет это не курс это штатный Петрович заехал сдал назад и включил что это такое? он должен просто был развернуть и пересекая границу поля врубить разбрасывал что он такое творит то? 47 литров кстати у меня есть нехилый шанс нет не останусь не так много жрет ну вот тут немножко агрег будет удобрение ну прямо справа тут чуть-чуть сектор пройдет ну не жалко ничего страшного ну вот и он на ровное вышел вот такой сейлок который сеет шириной вот цепь удобрял вообще вот удобно поля окучивать три раза проехал поле готово я когда по карте разглядывал у меня была мысль что эти поля в одну длину вот такое поле вытянуть и объединить ну не не получится ни хуна ну по карте то получится как бы пейзаж не способствует ну вот я думаю вот эти три я смогу а это будет мимо конгломерат конечно да но чем дальше тем будет проще расширяться потому что больше денег с полей но мне страшно подумать сколько будет уборка всех полей ну ладно уборка большие комбайни с такой вспашкой я думаю стоит потом подумать о том чтобы пахать одновременно одно поле допустим тремя тракторами ну это будет интересная задача для косплея надо будет подумать на эту тему ну и вообще хотелось бы не вручную такой косплей записать ну видимо вручную будет самый лучший вариант учитывая что ну плюс здоровый смотрите он все время так делает он проезжает и назад сдаёт что ему не так так можно вручную будет задать допустим тремя тракторами пахать то огромное поле мечтение ну раздориться на большие плуги чтобы они так вот разом вышли минут за 15 его фигачили а я так делал в фарминг симуляторе блин в каком 15 ну я играл в 13-15 семастый соответственно в 15 он был средний да в 15 скорее всего это расточительно было но у меня на каждую группу полей была своя такая как называется мотобригада тракторная бригада со своими уборочными сеющими ну короче вот полный набор вот как на ферме полный набор так складываем погасит и лампочку светло раз и втянулось и не намного примерно на ширину гусениц но в чем фишка то не знаю кто знает напишите мне вот интересно зачем у нее это то есть это ничего не дает вот ладно допустим оно должно двигаться под ширину трактора самого ну чтобы след в след чтобы не топтать лишнего ну блин она шире трактора она вот след в след и так не впадает а если она растопырится так она будет так она хоть частично в след попадает а так она вообще не влазит растопыренная она вытаптывает еще лучше получается следы трактора а поверх них шире следы этой удобрялки непонятная функция потому что вот к примеру вот эти палки так сейчас задет понятно они глину спряхивают гусениц то есть тут какие-то офигенные коми и глины на них влипают как бывает на полях они их спихивают а вот зачем оно раздвигает эти гусеницы непонятно он на чуть-чуть ну сделают сразу ее пошире это не сильно бы на что-то повлияло потому что сельхоз техника и так все разлапистые ну какая разница да ну как-то надо будет умудриться жадку отдых крузу привезти ну или комбайн привезти ну короче или на шкрябах денег по углам тут где-то насобирать гонсалесами либо купить жадку крузовую но ее все равно покупать конечно но с чего начать ну что же на этом тогда серию заканчиваем всего хорошего и до новых встреч а в следующей серии уже будет урожай а я и таки продал урожай ну ладно это тоже будет в следующей серии всего доброго